В эти дни по всей стране проводятся легкоатлетические соревнования. К Всероссийскому дню бега Кросснации 2013 присоединились и жители города Кумертау. К 10 часам утра на площади Советов стали собираться люди, которые занимаются физической культурой и спортом профессионально и просто все желающие. Также сегодня подводился итог недели здоровья. С каждым годом Кросснации становится все более популярным среди горожан. Цель этого мероприятия неизменна. Это пропаганда здорового образа жизни. Участников Кросса с этим замечательным днем поздравил председатель Совета городского округа Юрий Мельников. Он пожелал спортсменам успехов и здоровья. Здесь же состоялась церемония награждения. Свои заслуженные награды получили работники физической культуры и спорта, принимающие активное участие в жизни города, а также молодые спортсмены, которые выступают на Всероссийской и Международной спортивной арене. Дипломами и кубками отмечены победители и призеры спартакиады, проходившие в рамках недели здоровья. Участников соревнований и гостей праздника поприветствовали детские и молодежные творческие коллективы, а также воспитанники секции по спортивной аэробике. После официальной части мероприятия первый старт в программе спортивного праздника этого года организация ВИП-забега. В нем приняли участие представители администрации Совета городского округа, руководители предприятий и учреждений. Конечно, количество участников оставляет желать лучшего, но, тем не менее, начало новой традиции положено. Независимо от возраста и служебного положения, все получили массу положительных эмоций. Хорошее, отличное настроение. На самом деле, сегодня праздник. Праздник спорта, праздник бега. И все, кто сегодня здесь собрались, все испытывают массу положительных эмоций и впечатлений. Сегодня мы бежали, но все равно есть на что уравняться. Вот наши старшие товарищи, Беляеви Виктор Васильевны, депутат городского совета. Как старшие по возрасту, по опыту, так и по физической зарядке. Есть на кого уравняться, есть кого догонять. Будем стремиться к этому. Надо бегать, конечно. Это и хорошее мероприятие, и хороший сегодня день. Совершенно не холодно, когда бежишь. Поэтому надо все это проводить. Посмотрите, сколько много людей здесь пришло. Разных возрастов, и это правильно. Мне понравилось. Настроение замечательное, на самом деле. Несмотря на холод, несмотря на ветер, все равно как бы таким составом, что столько народу пришло, столько поддержало. Вот так все хорошо, что называется, пробежали. Отлично, здорово. Комитетом было принято решение сократить дистанцию до одного километра. Маршрут единый. От площади Советов по улице Ленина до РКМЦ Дуслык. И по четной стороне улицы обратно до площади. Среди участников есть те, кто не пропускает ни одно соревнование. Надо заниматься спортом, потому что это долголетие, это красота, это молодость. Надо любить себя и заботиться о себе, ни на кого не надеясь. Поэтому я вот здесь, я с удовольствием участвую. У меня единственные пожелания. Мы такие мероприятия проводили бы не один раз в год, а четыре раза. Каждый год участвуем в этом спорте. Просто в этом году чуть холодная погода. Поэтому так, по легкому пробежались. Дистанция была довольно-таки трудной. Все стартовали очень быстро, и невозможно было угнаться. Но все-таки мне очень понравилось это мероприятие. Больше бы таких. По-моему, это замечательная идея, так как молодежь сегодняшняя и даже вообще весь город, они стремятся к спорту, они бегают за здоровый образ жизни. И считаю, город от этого только процветает. Кросснации стал завершающим этапом недели здоровья. За последние годы это, пожалуй, самый массовый кросс. Всего в этом году в легкоатлетическом беге приняло участие порядка 500 человек. Соревнования проходили в 11 этапах. Активное участие приняли в Кросснации наши школьники, наши студенты очень активно сегодня бежали. Но хочется пожелать нашим предприятиям и организациям все-таки проявить большую активность и как-то активно участвовать в наших спортивно-массовых городских мероприятиях. По итогам соревнований все победители получили дипломы, кубки и медали. Отделы развития социальной сферы молодежной политики и спорта выражают благодарность за оказанную помощь в организации мероприятия, детско-юношескую спортивную школу и Центр спортивной подготовки «Вымпел». Айгуль Мухаммедшин, Андрей Дорошкевич, Новости.